и снова здравствуйте и снова мы в подвале старого дряхлого столетнего дома и снова мы в заведении в помещении великого винодела и чудесника и кудесника и это самое фиг его знаю чё так вот это будет вишня вишня вишневый будет вино это нет давайте вот это вот это да ёлки палки клубника клубника с нашего огородчика чуть-чуть не хватило для полного замеса прикупили еще в магазине наша пахучая такая очень вкусная магазинная такая деревянная хрустящая стеклянная и не пахучая ну будем брать не качеством а количеством шучу ну надо для замеса 2 галла на вот этой пришлось докупить в прошлом году попробовали был у нас все ведерочка из-под мороженого для тех кто не знает нет ну типа этого вот видите пластмассы белые стоят вот это вот здесь очень популярна галла галла если пойдете ягоды собирать где-то там хоть какие там хоть иргу хоть она здесь тоже очень популярна в соскочевании или там вишню там или малину ну галланами считают обычно червонец так стоит 10 баксов канадских такой галлан если хорошая цена такая а может и дороже и вот на один замес на один бутыль стеклянной надо два галлана обычно ягоды ну попробуем а в прошлом году у нас галлан мы сделали половину замеса так ну бутылок 10 получилось вина там или 15 очень вкусный такой знаете вообще это это я ловлю мошек фруктовый ой паразиты и потому что они на своих лапках там эти уксусную там какую-то фигню там это если они попадут в вино если это люди сели короче вместо вина у вас может получиться уксус ага и поэтому ловушки для них ставим что там такое хоть что винное что вином пахнет или яблочный там уксус или что тоже хорошо и мыло мыло жидкое мыло такое для мытья посуды несколько капель туда и размешать и тогда они там тонут не могут выгрызти оттуда а это как воронка видите так эту бутылку отрезал чик туда завернул то все теперь я совсем сбился смысле недавно я обнаружил с ужасом что это что все что я знал все это неправда что чем дольше вино хранишь тем оно там выдержанное будет осё и вкусно будет офигенное там я думаю это распространяется только на вино из винограда изменяюсь и то если его правильно хранить там в дубовых бочках в подземельных таких это где температура постоянно там очень прохладные то есть все и проверять постоянно и всякое такое а вот эти вот фруктовые вина они со временем я с ужасом заметил вкус не только улучшается а на мой взгляд ухудшается даже но они становятся всем другими знаете они такие взматеревшие такие там это ну такие там ну так английские слова мне на ум приходят поэтому не будем в эту сторону распространяться молодые вино вот первый год прямо ну открывающий прямо у лед знаете вот вишенкой там пахнет там или клубничкой пахнет ну прямо вкусно прямо прелесть так что ребята очень важно академик учатов вам просил передать как левша писал на родину письма знаете что не надо ли чистить мужик кирпичом так и академик учат вам говорит ребята не давайте вином состарится не давайте не давайте пейте их молодыми а вот это вот вот это фиг угадаете потому что сам не знаю короче северные люди прослышали что я делаю делаю вино примчались и подогнали мне вот эту ягоду или клюквы или брусника или как она там кисляк короче который там растет и который собирает знаете два галлана будем делать замес будем экспериментировать будем пробовать если тетя оля спросить она точно знает я в этих примочках не разбираюсь как я уже вам говорил это два таких фактора определили мою жизнь это первая вырос немецкой деревне которые скептически относились ко всему что растет там что русский народ любил же там шарится по лесам тогда кушать все что это самое подножный корм да а немцы к этому брезгливо относились и ничего даже это не принимали на нюх ну кроме благородных конечно каких-то растений а второе ну это ну ясно есть такая даже это аксиома то есть теорема не требующий доказательства настоящий казаха трава не кушает только мясо поэтому хреном знает что это такое ягодки красный короче будем делать из него вино а как получится отчитаемся а кому еще ошибка интересно у меня в целом выходит 6 килограмм сахара на один замес видите такие пакетики по два килограмма продаются кто живет в канаде кей-то посетить канаде комедия интерьер допустим это когда на распродаже можно дешево купить этот сахар а и мы затарились ну это очень крепко вино получается где-то можно 5 килограмм взять на замес тогда на самый раз будет но у меня есть специальная штука конечно который замерять это содержание сахара вот такой вот спиртометр гидрометр туда и раз и там надо чтобы было где-то 90 знаете если меньше то будет просто вино слабее вот так вот ну все вот это была очень подробная лекция о производстве фруктового вина в домашних условиях с вами был товарищ динамит и его верный помощник дядя лова до свидания дядя ловко чески с гусями делайте все покажем это первый и 2 по зачем тебе 2 но это же плохо щипается один был большой ну из порога больших но меньше 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 то хочу же вы в горячей воде аж по его до клубу лишь такой большой с дырками крупный с дырками да это динамит покусал да ну а тут чистый прям как будто бы домашний интересно вот а то вы облотки сейчас ты посмотрю горелку если нет то эту газету будем жить значит горелка на завинке будет четверг вечер 28 или 29 октября точно не знаем дату мы куда-то едем с другом с одноглазым куда едем не скажем попробуйте угадать ну ладно скажем едем на вечернюю охоту хотим попробовать отстоять вечернюю зорьку и несколько неожиданно на сей раз вот здесь между прочим всю весну и часто всю осень тус любят тусоваться гуси очень нравится им такое место потому что здесь их никто не обидит возле дома и скотинкой то и сё они как будто чувствуют шайтан мы хотим возле деревушки соседней 10 километров от нас недалеко прямо на трассе или рядом с трасса есть озерко такое потайное рядом там есть это помещение такое здание там паркуются автомобиль и иногда принадлежит одному дяденьке с дочерью которого наши дети учились в одном классе и он хороший дяденька и мы с ним когда-то разговаривали я думаю он не обидится однажды его спрашивал разрешение он разрешил а теперь не хочу спрашивать что-то не буду ну хочу залезть просто в камышики там постоять однажды я там охотался ибо охота была полностью пролетная почти может я и видел там пару штук не знаю но в принципе вся птица пришла с другой стороны и сегодня я тоже боюсь что она придет с севера потому что ветер с юга ну тетя воля проезжала на школьном автобусе с южного конца поднялись гуси и пошли на поле это ну там до обеда так скажем с утра и поэтому меня так это настораживает а гуси это такая сволочь они если один раз там пошли то не следующий раз должны там пойти поэтому залезем с южной стороны и посмотрим и едем и так впритык знаете что только приедем с обоги оденем и уже солнце сядет ну и посмотрим вот так вот ну и потом папа прикинули так ну короче по закону там стрелять можно знаете нельзя стрелять это ближе чем 400 или 500 метров от любого здания где проживают люди ну или помещение где находятся животные а здесь смело 400 500 метров есть не смело в прикирочку так впритык немножко напрягается на знаете возле деревни тут столько людей столько домов а с другой стороны ну чё сейчас не лето же холодно правда кто на улице сидит и выстрел слушает и потом ветер от них и туда все ну и короче все мы это приняли во внимание и поедем и постреляем там и посмотрим если получится пострелять конечно вот так вот как-то вон там где стоят железные емкости если там никто на малину не испортит и туда мы пойдем отсюда я хочу в это озерко может здесь у мостика блин не знаю а потому что это я здесь не пройду да знаете даже болотников таких а вот я знаю что там скотина там или чего они там животные крупные по сути скотина там быть не может блин на глазу вам приблизить может лось и Вот же с этого угла постоять или с того, вот же, блин, делы, а? А, припаркуюсь прямо здесь, чтобы далеко не бегать, наверное. Вот же задача, да? Или не задача? Ах, тут автомобиль, смотри, здесь бросил автомобиль, наверное, на грузовиках, которые ездят на дальнобойщиках. А мы сюда здесь бросим. Там мы даже через кусты просто вылезем туда. Ну посмотрим, ну посмотрим, пожелайте нам удачи. Так вот, пролезли мы к этому лазерку. Что-то не знаю, ребята, правильно я делаю, неправильно. Куда птица пойдет и пойдет ли вообще. Ну камеру я взял с собой только из-за вон тех вон коровок. Очень меня привлекает. Так, не шутся таки. Там на нашей полянке какое-то оживление было, играли, только что бегали кто-то. Хотя, не знаю, за височек они скрылись или перед височком. Те, которые играли. Я думаю, мама и ребенок были. Олежки. Мы бегали так на чистое. Потом скрылись опять. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, какие гуси, смотрите. Ах нет, с зумом не видно их, наверное. Которые каркают. Ну ладно, хорош в юно-натуралиста играть. Вырубаем камеру. Я в пролете, а? Я в пролете. Ну тут утки вот красиво идут. Болеми, там гусь идет. Смотрите, как он заходит, а? Он высоко заходит, а? Ой, высоко над деревьями. Вот шайтаны. И там еще один косяк идет. И так же зайдет. Против ветра, а? Блин, ничего не поделаешь, а? Ничего не поделаешь. Что-то еще и не нравится им. Смотрите, как тебе идут. Классно. Что-то им не нравится. В принципе, никак не станешь. Не станешь. Хоть как станешь, все равно в пролете. Ну, елки-палки, а? Лодочку надо было и на лодочке. А я ленюсь. А не стоит просто. Потому что, видишь, я и так каждый день по нескольку птичек домой таскаю. И без всякой лодочки. Еще начинают лодки тут. Ну, что-то интересно они себя вели, а? И озеро такое, что почти переплюнуть можно. Но на деревне не забираются. Что за фигня, а? Не ушли, а? Блин, надеюсь, что придут, зайдут против ветра и на середину. Елки-палки. Вон, вон, косяк, видите. И вон, другой, а? Что робуть? Что робуть, а? Динамит. Что робуть? Высоко, высоко идут. Высоко. Такая дубариловка. Вот. Только-только, что лед не образуется. А пожилой, дурной мужик в грязи тут и в воде сидит на коленях. Елки-палки. Из-за каких-то, блин, гусиков. Ману-ман, какие они поднебесные. Кому-то их тут, блин, неделю стреляли. Их тоже вас не стрелял тут. Че вы? Че вы? Че вы? А? Вперед, крылья растаяли тогда. Да, и прямо сюда. Прямо под камышок. К нам прямо так. Прямо так раз. Елки-набо в кустах спрятаться нам, где-нибудь. Издалека-то они нас не видят, но когда они к нами будут проходить, увидят. Блин, это не есть, конечно. Лисковато немножко. Может, нет. А? Удачи! А? 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 Задолбили бы, что за манёвры, что за манёвры, ой-ой-ой, вот делать нечего. Спустились на 50 метров, да, динамит, и пошли, нафиг, что фигнёй-то заниматься. Ну, нафиг, у меня же ноги отсыхают тут в ледяной воде. Ну, дела, блин. Жаль. Хо, андафа лежит на воде. Видите, нет? Тебе тоже, наверное, холодно, а, подруга? Немай месяц. А, месяц, нанимай. Вода-то холодный. Птицы высоко идут, а? Высоко. Крупная, серьёзная птица, но высоко. Да. Какие они осторожные. Вот им не нравится, что на воде никого нет. Это им не нравится, это их настораживает. Если бы здесь сидели гуси, если бы мне просить чучела, они бы смелее себя вели. Так, видите, вот те первые табунки ушли. Теперь они приходят, и что-то не то. Обычно они приходили, и здесь всегда сидели гуси. Вот же беда. Вот же беда. Ну, ёлки-палки. Такое озеро непонятно, а, знаете, не знаешь, с какой стороны. Только посерёдке, если бочку закопать и сидеть. Водоёмов-то в округе полно. Но они когда-то здесь несколько раз уже ночевали, видите. И если бы здесь были гуси, то бы они с удовольствием бы сюда выплюхнулись. Так, второй круг. Вот к берегу они не хотят подходить. Падать не хотят. Некоторые пытаются, а другие их не поддерживают. Падать не хотят. Падать не хотят. Падать не хотят. ito. Вот же дела и высоковато. Хоть бы это снизили, их руки бы нарезали. Ошень важно не шевелиться, может пронесет, если камуфляж хороший. Поэтому я не понимаю, когда народ покупает костюмы всякие кикиморы и лешие и все на свете и камуфляжную одежку и покупают пушку черного цвета. Блин, видно же ее, потом видно, что торчит там черная колба. Ну все должно быть камуфляжное. Все равно не нравится. Елки-палки, а динамит? И ты у нас должен быть камуфляжный, а некоторые покупают черных или коричневых собак. Шоколадных. Ну блин, как эти нахер. Давайте уже, блин, или шашечки нафиг, или что вам. Все, обиделись. Пошли на другом месте. Задолбали бы они. Пошлите нам пару броневозов эти, которые там низко так идут и плюкаются на воду. Что там творится, а? Ну что делать, что делать? Ну и снова здравствуйте. И вот мы дома. Вот такой вот штукой тетя Оля смолила гусей. Двух штук. Если не забуду, покажу потом. Красивый получился. Жирный, такие баши. Ну редко мы такое делаем. Ну метко. Знаете, когда хороший гусь, почему бы нет? Ну почему редко? Потому что никто не кушал. Тетя Оля молодец. Слышь, мы знаем эти крылышки оставил. Хорошо, не подметать удобно. Это еще со старинец древний. Это бабушка меня научила. Мы их использовали. И сейчас я их охотно использую. Возле печки. Везде на заимки. Знаете, по местам. Почему мы их мало берем? Ну потому что это. У нас сейчас с прошлого зимы лежат. Не с прошлого года лежат несколько штук. Ну не кушает их. Никто не кушает. Вот знаете это. Я уже устал так это. Объяснять все это. И потом это. Когда я вдаюсь в подробности и детали объясняю. То народ психует. Знаете. Ты заколебал. Ты уехал. Оттуда говном кидаешься. Да ты там. Родину мать грязью поливаешь. Да то все. Ну. Представляете. Если вам так. Молочные там. Берега там. И кисельные там. Эти реки. Или что там. Или шоколады там. И мармелады. И кока-колы вдоволь там это. Ну быстро меняются вкусы. И. Короче. Я жрал в совке все это. Было ужасно вкусно. Ёлки-палки. Как зажаришь этого гуся там. Да. И шкурки. И крылышки обсосешь. И все нахер. Это. Ну здесь. Ну никто. Никто не хочет их кушать. Я сам не хочу. Я так стал это. Не любить. Такие. Очень не любить. Дичь. Тетя Воля делает такие вкусные блюда. Если там есть уже гусиное мясо. Я уже. Ну ворочу носом это. Ну. Ага. Ну. 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 Не знаю. Вот сейчас это. Принес чашку. Принес другую чашку. В одну грудку. В другие сердца. Там печенки. Все. Нож красивый. Ребята спрашивали меня про этот нож. Между прочим. В одном видео я показывал. Миракл. Блейд называется. Миракл. Ну. Миракл. Да. По-английски надо написать в Google. Блейд. Я искал тоже это. Не знаю где мы их это. Один уже сломали. Два было у нас. Ну. В разное время. Так подвернулись они. А теперь я смотрел. На eBay есть. Ну. Наборы продают. Целые наборы. Не будешь же из одного ножа брать целый набор за 70-90 баксов. Ничего в них особенного нету. Знаете. Надо наладить выпуск. Просто сделаем революцию. В ножестроении. Если для мужиков. То хотя бы для женщин. Для нам хозяев. Ну и любой мужик. Который попользуется хоть раз дома на кухне. Заценит его. Ну так удобно. Ну ужасно удобно просто. Знаете. Хоть что режешь. Хоть хлеб. Хоть помидоры. Хоть что это. Я считаю идеально. Просто идеальное. Придумано лезвие. Еще знаете. Вот с этими. Как любят чешуя. Вот такая. Ну как-то придает это. Так это. Я один раз. Чик-чик. Вот так это. Чуть-чуть подточил. Так вообще было это самое. Тетя Оля себе палец чуть не отрезала. Ругалась потом на меня. Ну классно. Классно. Очень удобно я считаю это. И везде. Знаете. Хоть остро. Хоть что это. Подлезть надо. Чик-чик это. Ну ну ну. Сделали рекламу этому ножику. Хочу себе такое. Говорю не могу купить. Блин. Если бы я нашел бы что-то пяток бы взял. Ага. Можно было снять другой фильм. Я уже снял как-то. Знаете. Как в Западной Канаде. Разделывают гуся. Ну снял просто так по приколу. Потому что тетя Оля стояла на улице. Разделывала. Ах. Схочу камеру быстро. Ля-ля-ля-ля. Как всегда. Знаете. Как живем так это и снимаем. Ага. И этот фильм там. Пойти если. Елки паки. Там столько комментариев. Я уже так запарился. Это понимаете. Хочется просто вот взять так головой. Так обстол. Бум. 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 Нахер. И все нахер. Все. Убрать эти видео. И снять одно видео. Вот гречка. Вот квас бля. Вот кресты. Вот попы нахер. Ну не знаю. Ну чего еще надо блин. Вот. Этого меня это запарило. Знаете. Вообще ничего не хочется. Снимать такие вещи. Как живут люди допустим в Северной Америке. Потому что. Ну половина. Было просто знаете. Автоматом включает. Неприязнь. Вот к этому всему. Дураки. Дебилы. Знаете. Они все эти. Америкосы. Ну. Машины нормальные делали. Компьютеры нормальные. Там. Хавчик нормальный. А в основном дураки. Казлы они. Ну. И поэтому ничем не хочется уже делиться. Ну. Единицы. Лишь единицы. Знаете. Заценивают это все. И это. Ну. Спасибо. Благодаря. Берешь просто гуся. Разливаешь эту грудку. Шкурку. На груди. Так делают. В Северной Америке. В Канаде. Ну. За всю Канаду опять же. Грех говорить. Да. Потому что есть легионы в Канаде. Где там. За весь сезон. Если одного гуся подстрелить. Что это. Ну. Большое счастье. Знаете. И конечно. Они так делать не будут. Они будут его щипать. Там это. Чтобы воняло на всю Ивановскую. На балконе. Или в городе. По всей улице. Или хрень. Не знаю. Ну. Её сколько пера. Конечно. Разные птицы по-разному. Знаете. Есть молодая. Есть старая. Ну. В принципе. Всю эту операцию можно сделать довольно красиво. Ну. И вот. Останет. Они с пылу сжаруют. Тетяна сегодня очень много работала. Уже с ними возилась. Я говорю. Давай этих я сделаю. Чтобы всё было справедливо. Ну. И потом срезают грудки. И всё. В принципе. Знаете. И я уже устал. Запарился. Доказывал. Ну да. Ну если вы голодные. Блин. Я ж говорю. Ну мы жрали. Ужасное счастье такое. Гуся притащить домой. Я подкармливал родных всех. Принесу. Они тащились. Ну и что такой гусик. Да. Ещё дикий блин. Они же маленькие на одну семью. Ну ты каждый кусочек. Конечно. Там и шкурки. И жопки. Блин. Хер жопки. И клювики. И ушки. И всё. Вы им жрали. Ну. А сейчас. Когда у тебя 20 гусей. Ну или 5 даже. Или 3. Или каждый день 4. Как у нас сейчас идёт. И через несколько месяцев опять уже. Весенний сезон начнётся. Ну что. Ну нету птицы. Нету больше мяса. Знаете. На груди эти мышцы есть. Ну на ногах немножко есть. Хотя тоже не очень много. Это броилевные там. Специальные. Которые отращиваются. У них там. На ногах масса. Мясо. А эти же не ходят почти. Ну. На крыльях вообще ни хрена нету. На спине тоже вообще ни хрена нету. Уж. Я тут уж разбираюсь в них. Знаете. Ну столько я их настрелял. Знаете. Их столько раз делал. И дроп смотрел. То есть всё это. Ну. Ну. Берём. Всё берём. Всё берём. Всё берём. Особенно лапки берём. Особенно из коготков можно деликатес сделать. Из клювиков. Из глаз. Из мозжечков. И из пенисов. Всё. Разделываем. И до следующих встреч. Динамит подвинься. Нафиг. Я злой. Я же сам забыл сказать это. Четыре гуся я принёс домой сегодня вечером. Четыре штуки. Ага. По стариковски. Знаете. Так поступил. Мудро. И тут все это. Высоко. На середину озера падают. Садятся и всё. Ну. Хоть плачь. Знаете. Ну. Ну шо ж. А я присел. Так это. Сижу. И даю им садиться. Они садятся. Садятся. Квал такой. Подвели это. Ой-ой-ой. Какой жирный. Сколько жира. Ага. И. Опять вот будет сейчас народ ругаться. Ну хоть бы жир взяли. Ну варвары. Ну я тоже помню эти суровые. Знаете. Перестроечные. Года. Да. Когда ты на базар поедешь. Это мясо покупаешь. Это. Пожирнее. Пожирнее. Хоть немножко. Это там. Жир или чего там. Эта шуба. Да. Ну 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 ну. Голод же пошел уже по-моему. Ну нет. А с печенью желчь. Аккуратно. Такие. Ты. Ну печень деликатес. Да. Ну и сердечко можно. Извлечь. Желудки. Я встречал людей. В союзе. Ее. Полный этот. Не. Не буду я с ним больше. Полный живот. И зелень. Зерно. Кто в союзе желудочки очень любил. Ну знаете. В разных семьях по-разному. Там. Кто там. В сельско-месте жил. И держал сам птицу. Да. Забивали. У некоторых популярны были в семьях желудочки. Там чуть ли не в драку. Да. А у некоторых печенки. Печень. Ну. 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 А. 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 Здесь конечно эти желудки уже никто не хочет. Внезапно кушать тоже. Ну. А. Еще раз хочу прояснить. С гусями. Это. Вот эти. Что видео снимают. Это ни в коем случае не призыв. Знаете. Вот. Жить точно так же. Давайте. Поступайте точно так же. Вот. Как я вам показываю. Как канадцы делают. Или американцы. Ни в коем случае. Я вам просто это. Знаете. Вот. Кошка в меру. И показывают. Так вот. В других странах. Как там. Как попуасы танцуют. Да. Свои танцы там это. Ну. А это. Ну. Очень важно. Понять одну. Я считаю. Важную. Вещь. Ну. Кстати. Больше. Здесь ни хрена. Пацаны. Ну. Хоть. Обскупайтесь. Общипайтесь. И заваритесь. Ну. Нехер с него жрать больше. Даже динамиту киньи он это обидится. Блин. Если кишки только сожрать. Ну. Кости. Не знаю. Все. 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 Там это. С помощью волшебной палочки собрать. Еще и мясо и шкурки. Там еще 20 грамм соберется. Динамит. Иди отсюда. Ага. Очень важно понять что это. Ну. Допустим. Жил я. На восточном побережье. Океана. Да. И. Ну. Там ну. Крутый инвестировал. Прямо сотни тысячи баксов. Любители этих. Охоты на утки. На гусей. Знаете. И пацаны эти. Чучела. И все на свете. И манки всякие крутые. И рободаки. И крутятся. И все. Ну. Их прикалывало. Знаете. Если они застрелят одну-две уточки. Конечно. Там счастье большое. И конечно. Он ее ощипает. Правильно. Если ему скажешь. Эй чувак. Ты там. Грудь свежая. Остальное выбрось. Он скажет. Ты что. Больной. Да. И в то же время. Знаете. Вот здесь. В моих степях. Подойти к людям. И предложить. Эй слушай. Давай будем свиней кормить это. Лобстерами. Кальмарами. Или рыбой. Он скажет. Ну ты что. Больной что ли. Я сам это. Пожрать не могу вдоволь. Да. А сейчас я буду это. Кормить ей. Ужасно дорогие же они. Ну то есть. Везде по-разному. Понимаете. Там на побережье. Там это. Рыба никому нахрен не нужна была. Они наелись ей это. На всю жизнь это. Отвращение испытывали они к ней. А здесь люди за нее большие деньги платят. А с птицей наоборот. Знаете. Вот там допустим он бы и рад эту уточку или гуся. А здесь их блин. Сотни. И тысячи. Ну. Кстати разговаривал с одним знакомым. Знакомым вообще охренеть. Знаете что это. Говорит это. Ну обсуждается всякие там проблемы. Environment здесь называется. По охране окружающей среды. То все. Ну. Белые гуси эти наносят огромный ущерб. Знаете. И тундры. И полямы. Все. Страховки. Потом выплачивают большие деньги. Вот. Ну. Ошибочно полагать. Знаете. Что белые гуси налетели. Как саранчан. Бах. И все сожрали. И улетели. И вот. Убытки фермеру. Ему это. Страховка должна выплачивать. Нет. Просто я вот. Сустречался с одним фермером. Продает. Ячмень. Собрал поле. И опоздал немножко. Когда убирал. И гуси туда вперед. Это. И они это. Ну не столько съели сколько накакали. Знаете. И вот. Когда переволотил. Ячмень. Весь это. Ячмень. Получился с гусиными фекалиями. И все. Никто его не берет. Он его не может там сдать. Продать. Или ничего. И поэтому он по дешевке там пытается его куда-то. И никто не хочет его. Ну. Вот такой вот урон они наносят. И. На полном серьезе обсуждались такие предложения. Как это. С помощью каких-то ядов. И химикатов. В тундре. Опрыскивать места. Гнездовья. Этих птиц. Чтобы это. Потом с нами вывелось. Когда вот. Яйца у них там. Знаете. Ну. Вот опять же это. Знаете. Первая реакция. Барбары. Дураки. Козлы. Что вы делаете. Да. Ну. Нужно понять что это. Ну. Много их. Очень. Очень много. И. До такой степени много. Что просто это. Ущерб. Урон. Наносят. И никто им уже не рад. Особо. Кроме охотников. И меня с динамитом. Да. Динамит. Вот такая вот лекция. Ну. Видите. И вам было не скучно. И мне было не скучно. Пока гусей разделал. Вот такая вот чашка парящего. Такого мяса. Что хочешь делай теперь. Чебуреки. Хочешь. Беляши. Хочешь. Плов. Ну. Все на свете. Можно было еще ножки. Ляжки. Ну там. Вот столько вот. Наверное получится. Видите. Это четыре печенки. Четыре сердца здесь. Ну. И с печенью тетя Воля тоже делает там всякие паштеты. Блин. И. 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 Просто так порезать мелкие с лучком. Раз раз на сковородке. И пирожки там. С ливером. И все на свете. Ну. Когда его много. Ну так быстро надоедает. Пацаны. Не поверите. Блин. Итак. Ножик называется Miracle blade. Буржуи и сволочи в Западной Канаде. У гусей срезают только грудки. Остальное выбрасывает. И за это их нужно всех поставить к стенке. И расстрелять к чертовой матери. И на этой торжественной ноте давайте закончим наш сегодняшний репортаж. Холить на ocean. Холить на улице. В зиму однако приближается. Ну. До свидания ребята. До новых встреч. Чуть не забыл. Ребята. Гусей же обещал показать. Вот они. Два гуся. Тетя Оля их разделала. Один чистенький. Говорит совсем. Ага. Он испуганный. Он упал. Просто разрыв сердца. Ага. В этом дроби много было. Так это. Над нами пролетал. Который знаете это. Я в него так это. Сердито выстрелил. Он упал. Ага. А этот видите. В лед и видимо где то ему просто. Одна две дробины видимо. Такие убойные органы. Что он упал на воду и скончался. Ну вот такие вот. Видите там. Слушай на тех которых я разделал. Наверное больше было сала. Ну много много на них. Очень много. Взяло было много внутри. Внутреннего жира было много. Тут было прям все полно. И под шкурой тоже довольно много. Да? Ну под шкурой как раз не очень. Нормально да? Ну смотри сколько. Ну да. Хватит. Хорошо будет жариться. Ну запечется. Запечется. Ну не сравнить конечно шкурка у них с домашними гусями. Она такая очень такая это. Не любит ее никто почему-то. Хотя Оля какие-то чудеса здесь готовит. Ну у нас это у нас с печенки из сердец. Вот с этих гусей. Ага. Я их обжарила с луком. И лепешки такие сделала простые. Просто мука, вода и немножко масла. Ага. Лепешки приготовила. Потом помазала их этим майонезом, чесночком и луком. И положила вот эти вот печеночку с сердцем. Порезала, обжарила. И сверху теперь еще чуть-чуть сырую. Чуть-чуть в духовку. Чтобы чуть-чуть только сыр взял за ей все. Будет наш ужин сегодня. Легкий. Ясно. Вот ты рассказываешь такие страшные секреты своей кухни. Вот своих чудес вот этих все. А кто-то вот возьмет и вот тоже так сделает. И потом запатентует. И все. Ааа. Вот как. Ясно. Поняли? Динамит. Ты просекаешь? Она не боится секреты раздавать. Потому что это не рецепт. Не правда. Потому что у них все равно не получится говорить. Ну, ладушки. Вот так вот она меня кормит. Видите, лепешки без всего там. Без жира, без сала. Все это. Хочешь, чтобы я строй не был как солдак. А вот на таких лепешках много же по кустам не положишь в ледяной воде. Тут или, или. Если долго вся не сожрешь, то потом ему принесешь 4 штуки. Динамит. Нет, конечно. Ну, ладушки, ребята. До свидания. Ну что, надо же вам показать конечный продукт, конечный результат. Видите, у тетя Оля такой посветлее. Она не любит, чтобы там это. А я любит, чтобы это запеченное было. А вот лисички маринованные такие кушают. Вкусные, да? Вкусные. Очень вкусные. А вино вкусно? О, вино вкусно. Вино. А вино, очень вкусно. Не буду пьяно притворяться. А еще сыр, деголи, покрошелый колбаску. А вино? Ну что за вино тебе? Ну-ка скажу, расскажи людям. Фруктовые. 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 Вот такой вот. Когда в прошлом году вина всякие делали, а ягоды жалко выбрасывать в них еще столько соку всякую. Вытаскиваешь через 5-6-7 дней оттуда. И что промажал, то аж сердце кровью вливается. Представляете, вишня, черемуха, смородина, малина, яблочки. Ну все на свете. И мы все это собираем, собираем в большой видеок. И потом я делаю еще один замес. И называю это сангрия. Ну просто так по приколу. Ну фруктово-ягодная, дьявольская, адская смесь. И вот в прошлом году у нас затянулось и осталось на все это. Она стояла, стояла. И процесс брожения закончился. Сам по себе угас. Несколько раз угасал, я его оживлял. И потом я был на заимке, меня дома не было. Тетя Оля наблюдала. Она наблюдала плохо, не пинала. Она эти бутыли ничего. Две большие такие степени бутыли были. Ну одна полная, одна не совсем полная. Большой замес был. И это, и он сдох, к черту. Я приезжаю, попробовал сладкое еще. То есть ферментация не полностью закончилась. Есть, есть, что это, дрожжи. Дрожжи не весь, сахар скушали. И остановилась ферментация. Но некоторые люди специально остановились ферментации на такой стадии, чтобы им хочется сладкое вино, чтобы сахара много осталось. Чтобы не добавлять потом ничего. А здесь получилось естественным образом. Закончилось все и достаточно сахара. Очень даже много сахара. Как сладкая наливочка, настоечка получилась, как компотик. И вот у нас есть некоторые знакомые, которым это нравится. Очень сладкое вино. И я им уже увез два ящика такого вина. А вот несколько бутылок осталось. И мы его так потихонечку смакуем, значит. Ну спасибо вам за компанию, за ваше здоровье. Пока.